25 июля стало известно о том, что в результате сотрудничества Института океанографии и лаборатории разведения тропических видов рыб университета Флорида удалось вырастить в лабораторных условиях королевских голубых хирургов. Была проделана огромная работа для того, чтобы разведение голубых хирургов неволе стало возможным. Фотография хирургов сделана на 52 день жизни. У рыб появилась стандартная окраска, нормализовался рацион питания. Рыбы продолжают активно расти и питаться. Менее чем год назад в Институте океанографии уже удалось вырастить в лабораторных условиях желтых хирургов. А для того, чтобы сегодня это стало возможным, люди из Racing Tide Conversion провели 6 лет исследований. Ребята работают для того, чтобы защитить коралловые рифы от повседневного расхищения местными жителями для нужд аквариумистов по всему миру. Ребята молодцы, двигаются в правильном направлении и у них получается. Возле побережья Японии в закрытом заливе на глубине 15 метров был обнаружен необычный вид заантусов. В отличие от остальных, этот вид заантусов живет в песке и является единственным полипом в колонии. Полип строит вокруг себя панцирь из песка. Соседствующие кораллы или кораллы детки располагаются рядом, но живут в песочном панцире и не имеют общей мантии, как у остальных видов заантусов. В данный момент продолжаются исследования этого вида. Первый навесной фильтр от компании Seachem. В течение 30 лет компания специализировалась исключительно на химии и препаратах для очистки и подготовки воды. Компания предлагает три модели фильтра Tidal разного размера. Скорость потока Seachem Tidal 55 составляет 950 литров в час, при энергопотреблении 6 ватт. Tidal 75 рассчитан на 1300 литров в час при 8 ваттах. Тогда как Tidal 100 предлагает максимальную скорость 1700 литров в час, потребляя при этом всего 12 ватт. Характеристики более чем внушительные. Фильтр позиционируется как для пресной, так и для морской аквариумистики. Девайс был показан на Интерзу 2016 и в скором будущем должен поступить в продажу. Возможно даже в скором времени мы увидим его в российских магазинах. Великолепная акропора розовый кадиллак. В целом внешность акропоры можно описать следующим образом. Ветви преимущественно розового цвета с зеленой базовой окраской в нижней части ветвей. Однако общий вид коралла не был бы уникальным без голубых полипов по всей колонии. Фраг акропоры розовый кадиллак представляет собой розовую ветвь с голубыми полипами и зеленым жестким основанием. Но по мере роста эта акропора становится розовым кораллом с зелеными внутренними участками и многочисленными яркими белыми концами, покрывающими всю колонию. Поэтому независимо от того, являетесь ли вы обладателем небольшого фрага розового кадиллака или вырастили коралл размером с вашу руку, этот коралл смотрится великолепно, будучи любого размера. Гибрид ангела императора и кольчатого ангела ануляриса. Гибриды крупных рыб ангелов выглядят весьма впечатляюще и встречаются очень редко. На сневодичный день известен лишь один экземпляр гибрида этих двух видов. Этот особенный гибрид отправился к увлеченному коллекционеру из Гонконга. Благодаря цвету и рисунку новый гибрид – очень яркая рыба, в частности потому, что она является результатом скрещивания двух очень распространенных крупных видов морских рыб ангела. Каким-то образом рисунок из синих и желтых полос, характерный для ангелов-императоров, хорошо представлен на более крупном теле ангела ануляриса, для которого типичным является более высокое тело и хорошо развитый остроконечный спинной плавник. Это пилотный выпуск морского рифового аквариума «Интересная за неделю». Если вам понравилось, вы знаете, что делать. Учитесь и получайте удовольствие от процесса. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok